...детей и наследство оставит своей жене. Ихудай, как щепка, но твои карманы лопаются денег. Сигай себе. Си-на-и-ш-лай-рис. Я Лариса Гузнеева, это «Давай, блаженец!» Добрый вечер. Сегодня у нас невесты Наталья, Оксана и Татьяна. А жених у нас Мелвин. Hello, please. Мелвин, 72 года. Осветив всю свою жизнь карьере, не нашел времени жениться и обзавестись потомством. И только сейчас понял, что нуждается в близком человеке. Мелвин, бизнесмен в сфере нефтепродуктов. Проживает в Нью-Джерси. Признается, что по ночам проверяет биржевые сводки. Мечтает жениться на русской женщине. Предупреждает, что готов завещать жене все свое состояние. Мелвин не обратит внимания на полную курящую ровесницу, которая злоупотребляет услугами пластического хирурга. Женится на молодой, пышногрудой блондинке, которая имеет свой бизнес, уверенно говорит на английском языке и умеет нести ответственность за свои поступки. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть. Спасибо. Да, спасибо большое. Это его любимый десерт. Он думает, что вам он тоже понравится. Не, ну очень приятный. Но не выглядит на свой возраст. Выглядит моложе, да? Да. Вы давно дружите с Мелвином? Что вас связывает? Она связывает исключительно бизнес поездки в Россию. И я был тем человеком, который посоветовал ему приехать в Россию и для введения дела, и для поисков жены. Мне кажется, вот друг подойдет ей больше намного, чем он. Вдруг тебе подойдет. И тебе тоже подойдет друг. Мне не подойдет. А мне подойдет подруга. Ты же на Розу посмотрела. Роза, кстати, мне очень понравилась. Симпатичная очень девушка. Ну, я, честно, читая вашу историю, немножко подрастроилась. Потому что, я понимаю, в Америке неприлично жениться на девушке втрое себя младше. Не поймут просто. Но это считается неприличным. Ну, я хотел бы приятную женщину, которая была бы так же хороша снаружи, как и в душе. И мне нужна женщина, молодая, чем я. И я полагаю, что это будет очень хорошо и для нее, и для меня. Вы человек состоятельный. Наследников у вас нет? Нет. Мне нравится моя женщина. На самом деле, американский, настоящий жених. По поводу выполнения супружеского долга, я за секс отвечаю. Секс будет? Если будет, то сколько? Будет. Конечно, я ожидаю этого. Я здоров. А сколько раз? Я, конечно, не тот человек, который стесняется. Это в любом случае дело между женщиной и мужчиной. Это не только просто решение мужчины. У российских женщин есть обязанности мужа выполнять супружеский долг. Это значит, спать надо, сексом с нами надо заниматься. А в 45 его надо очень много. Ну, хотя бы раз в день. Ну, ладно, раз в неделю. Очень много. Два-три раза в год? Ну, да. Два-три раза в год? Ну, да. Вы про секс? И то по празднику, что вы. Наши русские мужчины совершенно другие. Ой, ты думаешь? Да что ты говоришь? Ничего подобного. Ну, давайте так. Я облагаю, что если секс будет каждое утро, то это будет замечательно. И просто естественно. Каждое утро это точно, но каждый год не обещает. Мы уже закончили юзать эту тему. Он уже сказал, сможет. Да. Всё хорошо, Роза. Сомневаюсь я, однако. Ну, знаете, кто что выбирает. Либо хорошую и прекрасную святую жизнь, либо секс. Секса в России более чем. Каждый первый мужчина у нас озабочен неженатый. Дай посмотреть, насколько если при отсутствии секса, ну, там будет всё хорошо с материальностью. Ну, давай посмотрим. О, а кровать большая. Это спальня ваша? А тут поменьше кровать. А вам две кровати зачем? Ну, она для меня, другая для жены. Разные спальни, она сказала, моя и эта, жены. Вы будете спать отдельно. То есть у неё две спальни, что ли? Я пришла исполнить свой супружеский дом. Ну, вообще, Роза, я тебе хочу сказать, если люди не бедные, то это норма спать в разных комнатах. Это нормально. Только по бедности спишь валетом на раскладушке. Понимаешь? Не, если бы у него был бы ещё один дом, он бы показал мне. Ну, ты знаешь, не каждый человек будет кричиться, да, какими-то своими вещами. О, это ваш сад? Ну, это маленькая часть только моего сада. Чистенько. Мелвин, вот вы привезёте красивую русскую женщину. А что соседи скажут американские? Я полагаю, что они будут рады за меня. Да? Хорошо. Если я женюсь на красивой русской женщине. Молодец. Он заработал ножи. А теперь хочет жениться. Всё правильно. А какой она должна быть, ваша русская женщина, русская жена? Я хотел бы, чтобы у неё была хорошая внешность, приятная внешность, широкая душа. Большая грудь, чтобы в этой широкой душе... Большой бюст. Ну, естественно. Ну, у меня, конечно, не такая большая грудь, но... Всё красиво, всё там суперидеально даже... Я думаю, что моя широкая душа как раз подойдёт. А что вы можете предложить взамен молодости, красоте и большому бюсту? Ну, сказать по правде... Я человек хороший. И я хочу предложить хорошую жизнь в Америке. Приложить возможность путешествовать. И я не собираюсь предлагать мне сидеть дома и ждать. Если он скажет, вот тебе там, сколько это, миллион, два, неважно, не работай, сиди дома. Нет, нет, категорически нет. Ну, нет, однозначно, женщина должна работать. Я открою свой бизнес и в любом случае буду доходить и зарабатывать свои же деньги. Благополучная жизнь – это прекрасно, но молодая женщина захочет любви. Не боитесь, что она влюбится в садовника или в водителя грузовика, в соседа? Честно сказать, я человек высокоморальный и верный. Я хочу быть верным только ей, и я ожидаю, что она будет верна только мне. Такой надёжный, ответственный человек. Вызывает доверие. Наш жених не имеет родственников, детей и наследство оставит своей жене. Это хорошо. Поэтому, чтобы не, ну, скажем так, пускай она будет верная, но пока он ещё жив-здоров, да, мало ли сколько, 72 года, как-никак. Ничего, потерпит, молодая, а потом уж, пожалуйста, весёлой вдовушкой с наследством-то. Роза. Роза, прекрати, ну тьфу на тебя, глупая женщина. Роза говорит правильные и мудрые вещи. Она молодец. Причём всегда. А у вас были романы с русскими уже девушками? Я, у меня были отношения с русской женщиной, но в течение нескольких лет, но я понял, что это не та женщина, до которой я хотел бы вернуться. Сколько вам сейчас понадобится времени, чтобы сказать, да, это моя женщина? Со всем уважением. 30 дней. Как только я увижу, что женщина мне нравится, я не буду терять времени. Он тебя ждал. Возможно. А ты его. А вы ведь к русской свахе обращались. Что не так? Я знал такую женщину много лет, но она ни разу не ознакомила меня с женщиной, которая меня хоть как-то привлекала. Да, потому что она брала с вас деньги по 50 долларов за каждое знакомство. Если бы она вас познакомила с приличной, то она же не лишилась заработка. Моё мнение, что самый крепкий брак – это брак по расчёту. Категорически не согласна. Ну, это... Я, кстати, согласна. Я согласна с Константиновым. Нет, но любовь, она приходит, когда... И уходит. И когда уважение есть. Всегда любовь можно поддержать в любой ситуации. Когда внимание есть. Ну, я вижу, вы... Ничего так, мужчинка, приличный. Поэтому мы будем стараться. И совершенно бесплатно, в отличие от вашей русской свахи. Ну, я хочу, чтобы вы кое-что поняли. Я устал от временных отношений. Я хочу жениться один раз и навсегда. И мне плевать, если люди считают меня сумасшедшим, если я решил жениться в 72 года. Я вам открою секрет. Когда я была молода и красива, и грудь моя торчала, как стрелы, я была замужем за американца. И это был ад. Потому что он был вегетарианец, и он ничего не ел. Или ел тайно от меня. Я голодала неделю. Потом стала выходить на улицу и есть дешевую еду, типа сосиску с хлебом, и зажевывать жвачкой, чтобы он ничего не понял. Шатный был, как собака. А обещал тоже золотые горы, между прочим. Вот и друг ваш, облизываетесь головой. Может быть, вы его и знали. Гады. Там много таких. Да? Я бы не хотела есть бутерброды с сосиской. И закусывали их жвачкой. Но тебе просто нужно на берегу все решать, кто, что будет есть, где спать. Сегодня будет три невесты. Нужно будет максимально выяснить вот какие-то принципиальные вещи, которые могут разрушить ваши отношения в дальнейшем. Да? Ну, какие-то несколько пунктов. В моей семье такой вещи, как развод, никогда не существовало. Мои родственники были уже на это по 50 лет. Никакого развода никогда в нашей семье не существовало. Так я был воспитан. Не переживайте, с вами-то развода точно не будет. С вами другое будет. А если дети, он сможет их вырастить? Ведь, наверное, уже все равно взрослые дети будут расти без него. Он сможет их обеспечить? Да, тоже вообще вопрос. Что звезды, Вась? Ну, без юмора не могу воспринимать ситуацию, когда молодые женщины приходят к мужчине столь зрелому. Я решила для сегодня приготовить такое специальное гадание по строчкам современных песен американских. Они на английском языке, поэтому Мелвин все поймет, но там есть переводы для наших зрителей. Я попрошу его вытянуть, и та бумажка, которую он случайным образом выберет, что-то нам о нем скажет. А я от себя по гороскопу добавлю, что Мелвин человек, который считает себя романтиком, но на самом деле достаточно прагматичен, если не сказать циничен, как любая дева с Венерой в деве. Плюс он относится к тому складу мужчины, и у него в гороскопе есть показатели, которые действительно нацелены жениться не рано. В частности, Олег Табаков, который в 57 лет женился на Марине Зудиной, имеет сходные показатели гороскопа. Я считаю, что вообще любви все возраста покорны. И в любом возрасте можно встретить целого человека вне зависимости, хоть ему будет и 80, 30, 15, 25. Шампунь и молшедейные силы наши участницы точно обретут счастье в личной жизни. Потому что роскошные волосы – это самый короткий путь к сердцу мужчины. Запомните это. Выберите, пожалуйста. Да. Я закрываю уши как ребенок, и каждый раз говорю, ты давишь на меня, и я хочу сбежать. Вик, ты хорошо знаешь английский. Я, если хорошо, знаю. Я думаю, ты с ним можешь пообщаться. Я про культуру не знаю, не могу сказать. Но про английский язык могла бы поговорить запросто. Пожалуйста, приходи. Наталья, 34 года. Владелица сети магазинов по продаже пива. Гордится тем, что печет авторское печенье. Мечтает стать женой уважаемого человека. Признается, что отдает предпочтение мужчинам постарше. Предупреждает, что ей необходимо восхищаться партнером. После развода с мужем Наталье катастрофически не везло в любви. Возлюбленный Баркир исчез без объяснения причин. Физик-ядерщик оказался слишком прагматичным, а известный артист обещал жениться, но обманул. Надеется, что Мелвин ее не разочарует. Здравствуйте. Это вот то самое печенье ваше знаменитое? Да, здравствуйте. Я хочу угостить вас своим печеньем, которое я пеку сама. Я считаю, что абсолютно не подходит невеста. Они абсолютно два разных типажа и внешне, и вообще. Для Мелвина особый подарок в русской тематике. Бежель. Спасибо вам большое, товарищи. Спасибо. Ну, у меня языковой барьер есть, потому что мне негде никогда было практиковаться. И сейчас я пекла вам торт, тоже домашний, по нашему домашнему рецепту. Английский выучить несложно. Спросили why? Скажи because. Спросили drinking? Of course. Of course. Наташа, мужчина постарше – это какой возраст? Ну, последнему моему ухажеру было 65 лет. Это который известный артист? Да, который артист, с которым у нас не сложились отношения. Ну, как бы он не захотел жениться просто. А вы надеялись? Да, я хотела. Я хотела именно официальный брак, я хотела семью. Возможно, я хотела даже детей, от которых он, кстати, не хотел, не планировал больше. Охотница за 70 лет. Ну, я бы не сказала, что... За миллиардным наследством. Хотя... Да, это у него профессиональное. Вы с ним никуда не выходили, потому что автографы приставучие по клубнице. Ну, мы не выходили, потому что, видимо, он не хотел себя, да. Наверное, у него-то планов и не было, на самом деле, серьезно. А как вы объясняете тот факт, что после того, как вы расстались, он практически сразу же женился, и там появился ребенок? Да, знаете, там появился ребенок даже не когда мы расстались. А во время наших вот с ним отношений я узнаю, что появился ребенок. Такой любвеобильный. Да. А с какого возраста у вас стали появляться взрослые мужчины? Я рано вышла замуж, 19 лет, и у меня муж был старше меня на 15 лет. Родились дети? У вас дети есть? Да, у меня взрослый ребенок, но вот ему 15 лет уже будет. Хорошо, развелись. А банкир из Латвии? С банкиром познакомили нас общие друзья. Он за мной ухаживал полгода, очень активно ухаживал, меня приглашал в театры, в музеи, прямо по три раза в неделю везде ходили. Вот как-то он ухаживал-ухаживал, а потом он просто пропал. Но он, скажем так, даже не пропал, он оставался на связи, но вот охладело его ко мне внимание. То есть я поняла, что, наверное, ну, может быть, какие-то планы и были, но дальше они у него не шли. Мне даже неинтересно, как бы, ну, слушать. Я вообще, значит, я даже и слушать не хочу, честно, да, но неинтересно. А физик-ядерщик? Физик-ядерщик я познакомилась по совету своих друзей. Они сказали, что хватит тебе уже всяких артистов и всяких таких творческих личностей, надо найти уже приличного человека, приличного, серьезного. Уезжай-ка в город Дубну, да, там их водится много. Ну, давай мы тебя познакомим с кем-то очень таким серьезным. Вот. Профессором, который будет, ну, не знаю, это тоже сможем восхищаться, но он будет прям серьезный человек. Он оказался очень серьезный, у него очень тяжелая. Мне очень понравилась история, что он к вам приходил с одним цветочком в горшке, и то по дороге цветочек успевал подвять. Да, потому что мы познакомились с ним зимой, и когда он его, видимо, нес, он уже постоянно вял. Это было просто не один раз, когда он приносил один цветочек, и он успевал за это время подмерзнуть и завять. И вот, то есть, он уже на палочке вот так вот свисал, но его это ни капельки не смущало. Он сейчас тортик поест, тортик ему понравится, вкусный. Скажет, да, ладно, остальное дело живное. Подожди. Придумаем что-нибудь. Мой торт попробует. Дело в том, что у вас есть хорошая традиция. Мне она, кстати, понравилась. Это отношения ваших родителей, и, кстати, родители-родители. Там как? Папа работает, а мама красивая. Мама красивая. Все. Ну, это с той стороны, что... Бабушка Наташа никогда не работала. Она играла на пианино, пела и была украшением для дедушки. Все. Он ест вообще на нее, не обращать внимания. Вот именно, что он кушает во время того, когда женщина перед ним, которая пришла к нему. Нет, а мне интересно про секс. А что? А что ты вы смеешься? А вот что смеешься? Я тоже в климаксе, поэтому мне не надо. Но ему такая не нужна. Судя по твоему интересу к теме, все-таки не все угодно еще. Надо, как говорится, когда ты отрабатываешь деньги. Вы как к этому? Он же тут, конечно, не все говорят, я еще ого-го. Не ого-го. Да я тоже уже. Не по этой части. Ой, как хорошо. Но тоже уже не 16 все-таки. Ну да, уже действительно не 20, не 30. Вы знаете, я вам верю. Есть тип женщины, которые любят взрослых мужчин, очень взрослых. Моя 15-летняя дочка с ума сходит по поздно. Он ей нравится, как мужчина. У нее на заставке он голый по пояс. Я ее тоже очень понимаю. Да, понимаете? Вот не нравятся прыщавые мальчики. Что теперь? Мне тоже вот не нравится. Ну как? Вот я геронтофил, вот мне нравятся такие мужчины. Давайте так вот так. Есть три бонуса. Свидание наедине, семейная традиция и скелет в шкафу. А Наташа, вы женщина-дочь или женщина активная? Нет, я женщина-дочь полностью. То есть я должна, чтобы кто-то у меня был лидер. Кем-то я буду восхищаться. А я буду рядом в тиме. Как не подходит? О, специалист. Прям вот вы так сразу раз и решительно про это говорите? Она просканировала? Да. Потому что женщина-дочь, ему не нужна. А кто ему нужна? Бабушка, что ли? Женщина-мать. Мать? Да, хотя бы активная. Зачем ему мать? Ну, действительно. У него характер. С мамой не спят. Абхазская народная мудрость. Ну, это расклад психологический. Это не фактически мать. Вы же понимаете? Послушайте, какая мать три раза моложе женщины? Какая она мать? Она его внучка, а не мать. Ему нравятся обеспеченные, самодостаточные девушки. Ну, какие-то лохушки пришли, правильно? Красивые девчонки, бизнес свой самостоятельный, красивый. Конечно. Кому не понравится. Смотрите, Мелвин, ваша подруга нервничает. Она покраснела, грудь у нее опала. И она говорит, что вам вот такой тип прелестной женщины не подходит. Что-то с вашей подругой не так? Типа психологический. Про грудь мою не надо так уж ловиться. Все-таки я никого не пытаюсь оскорбить. Я не оскорбляю, я констатирую. Моя задача помочь ему. Не надо. У него уже глаза, у нее просто в душе. Знаете, сколько мы женщин в Москве уже видели. Глаза глазами. Я думаю, таких красавиц вы не видели. Мелвин рациональный. Да пусть идут уже, пусть он по стариковке посидит рядом. Пройдите в комнату и пообщайтесь. У вас есть минута. Идите пообщаться. Иди. Наташенька, бери дедушку. Берите свои руки и становитесь мамой. Поаккуратнее, дедушка. О, как он ее, посмотри. О чем он все будет на свидании говорить? На каком языке? С переводчиком? Летс дринк. Он прудер шафл. Подожди, подожди. Минутку. Окей, так. Угу. Так. Russian tradition. Вы спокойно, да? Готовы отпустить подружку? Конечно. Даже мы настаиваем, чтобы она уехала, потому что это точно именно ее вариант. То, что нужно именно ей. А, ее вариант. Да. А родители вообще как? Папа умер в том году. У нее. А есть только мама. Мама и бабушка. А, ее же содержать надо. Ну, в принципе, да. Канька, ну что, да. Я даже, ну... Тем более он действительно, он такой душечка, такой обаятельный. Она говорит, я бы цветочки ему сажала, сидя там, как бы что-нибудь вязала, рисовала картины. Я бы никуда не ходила, мне ничего не надо. Я бы спокойно сидела. Я домашняя. Я люблю просто сидеть дома и заниматься домашним всем этим. Уютом. Мэлвин, а теперь мне нужно переодеться для сюрприза. Ждите меня. Буду ждать. Мэлвин пришел веселый, улыбается, хороший знак. Мэлвин, очень тяжко, что невеста не говорит по-английски. Будет у вас время и терпение ждать, чтобы она выучила? Я думаю, что ей значительно будет легче выучить английский, чем для меня русский. Не уверена. Хочется, что ты прям... Хочет дедушку. Ну, а так девушка понравилась? Конечно, она очень приятная. Потому что вы ей очень нравитесь. Вы абсолютно ее тип мужчины, который ее бодоражит. То есть ей нравятся такие... Ну, ребята, вы меня просто завалили комплиментами. Ну, давайте уже сюрприз, пожалуйста, быстрее. Не будем затягивать. Мэлвин, я знаю, что вы увлекаетесь гольфом. Приглашаю вас ко мне. Давайте мы оденем вам такую кепочку. Сейчас я хочу попросить вас, чтобы вы мне показали, как играть в гольф. Руку надо вот так. Попалить сюда. Повернуть надо сюда. Вот так, вот так, вот так. Вот, наконец, дед сообразил. Молодец. Надо точно это делать. Какой молодец. Ты посмотри. Ну, слушай, видишь? Он всю инициативу по гольфу взял на себя. Сейчас я его забью. Я забила, но не туда. Ребята, забирайте цветочки, подарки, невесту и проходите в свою комнату. Я за Наталью сейчас, ой, да, вытащу. Да, раз не сложилось. По-английски не буду, потому что у нас не Англия. Я жду подходящего случая, чтобы узнать тебя лучше. Пригласить на танец, просто посмотреть тебе в глаза и взять тебя с собой в рай. Ну, в общем, да, что-то это они нам сказали. Я верю, да. Ты ему понравился, это точно. Мне тоже так кажется. Мне тоже так показалось. Кроме того, что Наталья не знает языка, вас что-то еще смущает? Нет. Чудная женщина. У нее характер есть. У нее все, так сказать, при себе. И если английский единственный вопрос, можно сказать, что английский, русский, русский, это вопрос, потому что я-то русский не знаю. Роза, как тебе, Наташа? Да. А что мне нормуль? Василиса? Я буду краткой. У Наташи Сатурн управляет дисцендентом. И это частый показатель большой разницы в возрасте с супругом и с потенциальным партнером. Да, действительно, есть ориентация на мужчин зрелых. Сатурн это стоит в знаке весов. То есть она действительно способна среди старшего поколения выбрать людей достойных. Правда, в ближайшее время по ряду показателей я бы сказала, что ей нужна большая осмотрительность. Потому что, ну, все мужчины на жизненном пути будут оказываться не тем, что кажется. Поэтому на 30 дней я бы не соглашалась. Ну, на брак после 30 дней. А на какое-то большее количество времени, проведенного вместе с возможностью потом развить отношения, почему нет? На самом деле, Элвин, my name is Оксана. How are you? Good evening. Good evening. Good evening. This is for you. Я очень рада вас здесь видеть. Very nice. Very nice. Thank you very much. Thank you very much. Надеется, что с Мелвином она обретет счастье. Привет, девчонки. Добрый вечер. Вообще, Оксана, конечно, смело прийти с подружкой, у которой такие... Грудь поболее. Глаза. А вы замужем? И такое декольте. Нет, я не замужем. О! Зная, что жених просто для него фетиш, большая грудь. Мы вас хотите рассмотрим? Да. Буду рада. Буду рада. Я думаю, Катария не против. Переведите у него две невесты. Мне кажется, они друг друга ненавидят. Это ты готова ее еще убить в красном? Ну, смешно, дурацкая ситуация. Что за компромат вы получили на своего мужа? Да, Лариса, мы прожили с мужем достаточно долгое время. И вот в один прекрасный день я получила письмо на имя своего супруга. Это письмо было отправлено девушкой из другого города. И как-то я вскрыл этот конверт. Не знаю почему. И там было написано, что я подаю на алименты. Я поняла, что есть ребенок. Может быть, кто-то вам захотел просто вот такое зло причинить, такую боль? И это было неправда? Я тоже уже думала, что, возможно, кто-то... Может быть, просто пошутили. Я, конечно, поговорила с супругом. Он признался, сказал, да, что у него была женщина. Связь? Да, и ребенок. Кошмар. Переживали тяжело? Ну, для меня рухнул мир. Ты же тоже в свое время узнала, что у твоего мужчины есть ребенок. Причем искусственное благотворение, и все было спланировано. Это была не случайность? Ну, к сожалению, это не редкость. Вы знаете язык? Я общаюсь на английском, но не совсем. Хорошо. То есть не в совершенстве. Давай все-таки возьмем номер телефона. То есть мы можем понимать друг друга. Хорошо. Мелвин, у вас есть два бонуса. Вы можете узнать, что за скелет в шкафу у Оксаны, или семейную традицию. Я бы прокачал традиции. Есть такая? Да, у нас есть семейная традиция. Все праздники, будь дни рождения, Новый год, любой другой праздник мы отмечаем дома, всей нашей большой семьей. Накрываем большой стол. С мамой готовим очень вкусные утку, гусей, делаем сами пельмени. И самое коронное блюдо – это наш торт с мамой, медовик. То есть я попросила, чтобы мама помогла мне. Это для вас наш торт-медовик. Мелвин, для вас важно, чтобы ваша жена умела готовить? Да уж, естественно, конечно. А из русской кухни что вам нравится? Все мне нравится. Мне цыпленок по-киевски нравится. Все мне нравится. Очень хорошо. У нас там вообще есть культ еды, как вы все знаете. Да, 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 это точно. У нас все крутится вокруг еды. Виктория, вам сколько лет? 27 лет. 27 лет. Замужем были? Нет. Детей нет? Детей нет. 27 лет. 47. Тише, тише, тише. Подожди. Какое оно плохо выглядит. А вам зачем пожилые мужчины? Ну, раз вы участвуете. Да, я понимаю ваш вопрос. Я знаю английский язык. Я жила за границей. Я общалась с иностранцами. У меня есть опыт общения. Мне кажется, мы смогли бы найти общий язык. А вы говорите, пожалуйста. Замечательно. Замечательно. 27 лет не может быть этой женщиной между 30 и 50. Оксан, вытаскивайте для себя фразу. Может быть, мы чуть больше узнаем о вас, а ваша подруга, например, может ее на английском прочесть Мелвину. Да, пожалуйста. Вы на русском, а она на английском. Именно случайный выбор нам много скажет о вас. Я бы голодала, ходила в синяках, я бы ползала вниз по улице, и нет ничего, чего бы я не сделала, чтобы заставить тебя почувствовать свою любовь. Ужас. Таким выражением. Космарка. Знаете, кого она мне напоминает? Никого. Магазин. Нет, сельхоз такой. Точно. Сельхоз такой. Конфеты. Какой, какой, да, какой. Извините. Приготовили сюрприз? Да. Покажите. Я здесь с серьезными намерениями, и девушка в красном платье слишком молода для меня. Я всего лишь 27. Зато ваши соседи умрут от заяц. Я все влайн. Я, говорит, тоже умру. Развеселился, а то что-то тихий был. А почему ты имя не назвала актера, ой, это, певца, с которым ты жила? Ну, зачем? Это же был фурор, бы сейчас. Подгони сюда тортик-то, я хоть ягодки поклюю. Вообще, это для Мэлвина, я так поняла. Нет, ты неправильно поняла. Неправильно поняла? Тогда можно я тоже угощусь малинкой? Это чтобы проверить неотравленное. Это наша семейная традиция. Да. Это традиция программы «Давай поженимся». Сейчас сидите все фрукты, вот торта. Кому-то вершки, а кому-то корешки. Давайте посмотрим на сюрприз. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Эх, где мои 35 лет? Я бы сейчас... Да что ты, Максим, вот как Мэлвин в 72 еще женишься. Покажите, ну вы бесподобные просто. Спасибо большое. Бесподобные. Очень бы я не хотела с вами отдыхать на одном пляже. Комплексов и так. А мы с вами очень бы хотели, наоборот. Да вы с ума сошли, чтобы я что? Чтобы в меня мальчишки камнями бросали, говорили, изыди, жертвест, изыди. Никакого точно не было. Проходите в свою комнату. Спасибо. Спасибо. Красавица. Просто тьфу на вас, чтобы не рассосалась. Ну классно, ну что там говорить. Совершенно не обязательно. Знают они язык, не знают они язык. Это уже не имеет значения в этом случае. Не имеет. Вы прямо аж вспотели. Язык не имеет, но они не раскрылись. Мы совершенно ничего... Да бросьте вы, она в таком поперечном раскрылась, в шпагате, что бы она после этого не говорила. Грудь, да. Но мы серьезно выбираем невесту. Это у нас не шоу. Для нас это серьезный вопрос. Вот сказал человек... Это я и хотела услышать. Но хороша, скажите, хороша. Да, вопросов нет. Она очень привлекательна. Как говорят испанцы, beautiful. Нет. 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 Ну, девочки, я не знаю, задавать вам вопросы. Вот сейчас проверю, кстати, что же вы за личности. Понравилась тебе, особенно Виктория? Девочки, молодцы. Вот я за девчонок не переживаю. Боже мой. Сначала стулья, потом... Сначала деньги, потом стулья. Он, правда, не поймет, что это. Сначала наследство с документом, потом все, что хотите. Они, кстати, не обмолвились ни разу по поводу денег. И не надо. Им не надо. Им море, солнце и вода. Не надо, ага, не надо. Они зернышком питаются одним, гороховым. Судя по фигурам, кстати, да. Give me please money. One million dollars. Impossible. Скажет, no possible. What? У нас еще есть одна невеста. Проходите, знакомьтесь. Татьяна. Татьяна. Приятный привет. Меня зовут Татьяна. Thank you. Let's go. Татьяна. 32 года. Частный предприниматель в сфере красоты. Гордится тем, что окончила престижный университет. Мечтает переехать жить в Америку. Признается, что редко пользуется косметикой и не любит фотографироваться в анфас. Предупреждает, что раз в неделю возлюбленный должен водить ее на шоппинг. По иронии судьбы, Татьяна получила уведомление о разводе 1 апреля, но после разговора с мужем убедилась в том, что это не шутка. Надеется, что Мелган не нанесет ей удар в спину. Вы жили с ними припеваючи. Подходи, ты подаришь. Вот же ж можно, да. Можно, нужно. Да, да, да. Я для вас. Спасибо большое. Это нарциссы. Будете на даче, если есть дача, выхаживать. Какие все невесты, рукодельницы. Может, она не сама сделала. А может, сама? Наверное, сама. Спасибо. Пирожок попробуем. Тебя-то смотреть надо. Спасибо большое. Понравились. Вы понравились. Да вы как-то похожи на американку. Немножко есть что-то в чертах. А что, пирожки-то? Все натуральное, все свое. А, нет, да. Я, мне кажется, не похожа абсолютно на американку. Вообще какие-то печенья, торты, пирожки. Печенья, торты, пирожки. Сегодня просто ударили по кухне. Все решили показать себя с лучшей стороны. Правильно, почему нет? Вы не подозревали о том, что муж готовится к такому удару из-под тяжка? Категорически нет. К разводу. Категорически нет. А когда он объявил об этом 1 апреля, вы подумали, что это шутка? Вообще не думала об этом. Просто мы договаривались ехать на дачу. Мне позвонил любимый человек и сказал, что давай собирайся. Я спросила, о чем мы будем кушать. То есть мы решили, что я буду готовить. И все. И мне позвонил телефон. Я пошла как раз в магазин. Мне говорят, здравствуйте, Татьяна Попова. И видишь 12 числа на развод. Но до этого мы месяц прожили. То есть отпраздновали мой день рождения. Все было прекрасно. Вообще никаких подоплек я не видела. Пышная грудь у ней. Пышная душа. Большая, богатая. И причем достаточно натуральная. А как вы считаете, что произошло-то? Нет. Он мне потом сказал, он сказал, что Таня, извини, мне семья не нужна. Мне нужна карьера. Мужу моему бывшему 49 лет. И он в определенных кругах достаточно известная личность. Но он просто так решил. Он сказал, мне ничего не нужно. Я хочу развивать свой клуб. Ну, Танечка, а вас надо на шоппинг водить раз в неделю. А сколько вы тратите? А вы знаете, у меня нет такого какого-то, чтобы... Лимита. Да, да, да. Ну вот мне понравилось. Сколько есть, столько и потратим. Понравилась вещь, да. Я, конечно... Ну, про какую вещь идет? Что вы любите больше приобретать? Шубы? Ну, нет. Такого, ну, нет. Ну, конечно, если мне понравится шуба, почему ее не купить, если есть на это деньги? Да. Да, но если денег нет, можно купить какую-нибудь прекрасную кофточку. Нет, у нашего-то есть. Но, я понимаю. Мне кажется, что она ему не подходит. Вернее, она ему не понравится. Слишком такая она дерзкая для него. Как насчет наследства? Будем документ оформлять? Ой, знаете, как я... Говорит, что? Говорит, все отпишет, никого нет. А я даже не могу это обсудить сейчас, потому что... Давай мы... Я обсуду. Может, тебе, кажется, неудобно это? Ну, а вообще-то предполагаешь это? А что так, молодости отдать? Поди, знаешь, сколько он проживет еще? Ну, мне кажется, еще долго очень. Ну, вот тем более. Не, ну, а зачем же вы так заранее, этот человек, это... Ну, как-то... Не, мне просто за него замуж нет. А тогда ради чего? Ну, как, в любви все возрасты покорные. А давайте посмотрим, что у вас есть. Давай. Привет. Добро пожаловать ко мне домой. Спасибо. Собственно, здесь я живу. Это моя. Это моя. Здесь я по выходным, ну, и даже иногда по будням принимаю друзей, гостей. Вот моя ванная, в которой после тяжелых рабочих будней я люблю валяться и помечтать. А вот мой любимый, самый любимый, маленький собак, сонный Тимошей. Он спал, но из-за этого не получилось немножечко его раньше показать. Мы проснулись. Ой, пора вам детей. Ой, вам пора детей. Почему они ко мне не приехали? Я бы тоже им показала свое красивое жилище. Сварила бы им борща русского так, чтобы прям ложка стояла в наваристом супе. А у вас остался один бонус. Скелет в шкафу. Хотите узнать или не стоит? Ой, я не советую. Я хочу вас отговорить. Вообще все равно. Если она не хочет, не надо. Ну, рассказывайте, что это за чек. Дело в том, что несколько дней назад, буквально недавно, мы с подружками пошли в караоке. В караоке-клаб. Синг-сонг. И после этого мы просто забыли заплатить за счет. Пьяные, что ли, были? Ну, чуть-чуть выпившие, конечно. Там же вино все... Там же нельзя, понимаете, скрывать нельзя. А сколько там денег-то было? Там же в счете написано, что вино уже. Я сейчас скажу, что мы пили чай, да, там уже указано, соответственно. На большой суп нагуляли. Ну, такой невинный, такой скелетчик. А приготовили ли вы сюрприз? Ну, да, можно немножечко спеть. Давайте, спойте немножечко. А у нас тоже такое было, кстати, что мы забыли расплатиться в ресторане. Мне кажется, такое у всех было. Мы потом пришли и нам после тех раз сказали, что забыли. Почему мы думали об этом? Почти просили карту, рассчитались. АПЛОДИСМЕНТЫ Почему так путаются мысли? Почему так часто меркнет свет? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В этой мне с тобою жизни нет. А не Кабриэли. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну всё, я больше стесняюсь петь. Спасибо достаточно. Малая пухочка. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Забирайте подарочки. Проходите в комнату уже. Не терпится вас обсудить. Мы уже всё про вас поняли. И не забудьте только вытянуть бумажку. А, давайте. Давайте. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, я знаю. А что нужно делать? Ну, прочитайте. И на английском, и на русском. I'm world up now. Let's go young over. You'll know when the flow is loco. Ну, с выражением надо. Я по-русски с выражением прочитаю. Можно я по-русски прочитаю? Я разгорячилась. Поехали, молодёжь. Вы же чуете безумный ритм, чуваки и чувихи. О, боже, дружище, ты единственный. Ты худой, как щепка, но твои карманы лопаются денег. Сига себе. Если вы хотите видеть меня в будущем, то можете... Так вот. АПЛОДИСМЕНТЫ ОК? Это... ЖЕНСКИЙ ПСИХОТИП. Она клёвая. Всем было весело на неё, приятно смотреть. Она просто классная. Понимаете, во всём. А то, что у неё такое лицо, то, что она нелепая, то, что она такая колченогая, то, что она такая долдищая. Понимаете, понимаете, и она всё правильно, она по-дурацки танцевала. Она немножко делала это специально. Но в этом её шарм. Она необыкновенная, конечно. Такая шарманистая, что просто дальше некуда. Она была лучше. Я согласна. Она была лучше. Тем более у неё грудь, знание языка. Послушайте, это на пятом, даже на 55-м месте. Это совершенно не имеет... Браво, 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 браво. Тихо, тихо. А что вы скажете? На саммите. Мне она больше всех тоже понравится. Она интересная. Она персона. Правда? Она очень интересная. С ней хочется встретиться ещё раз. С ней будет очень приятно пройти теме. Языковой барьеры не будет. Я бы ему посоветовал, своему другу. И то, что она не скажет по-английски, она это покажет. Она живая. И это донесёт до Мелвина. Возможно, мне будет очень интересно повидаться с ней снова. Конечно. Конечно. У вас какие колоколазы звонят, если вы будете с Татьяной? Что ты скажешь? Я всё больше убеждаю, что на старости лет мужчины прям как дети. Честное слово. Ну, чудо же хорошо, у чего повеселяться. Она веселить умеет. И подход такой знает правильный. Так что я не против. Ну, послушай. У меня разница сейчас 30 лет. Какая разница? А здесь 40. 30-40. Ну, неважно. 10 лет разницы не играет. Нужно брать. Кого вы советуете вашему другу? Я советую Илли Викторию, так как он не сможет уйти от своего фетиша большой груди, яркости, манкости. Или Татьяну, она тоже яркая. Ну, так а вам кажется, что приоритетнее? Лично для себя я хотела бы дружить с Татьяной. Мне было бы приятно с ней общаться. Ну, не вы выходите замуж. Может быть, Татьяна вообще скажет, чтобы Лотте никогда любимой в нашей жизни не было. Странный она персонаж. Такое тоже может быть. Будет рулить жена, хозяйка. Так может случиться, что вы уйдете на 57-й план? Да, Лариса. Но, наверное, все-таки я, может быть, ошибаюсь. Одного. Виктория. Виктория. Ты к нему выйдешь? Давай. Да подожди, еще никто к нам зашел. Татьяна однозначно. Она интересный человек. Мел же сказал, что ему важно иметь и друга, и хорошую женщину, и приятную женщину. Но я считаю, что у нее внешность очень хорошая, и я бы только за нее. И она, наверное, подошла бы на роль женщины-матери. Мне кажется, она такая очень... Да, кстати, возможно. Да. Но ты подходишь ему больше, к сожалению. А может быть, к счастью. Мы будем надеяться, что он заберет все-таки тебя. В любом случае, мы вас поддержим. Идите туда, куда вы решили. Первая невеста, вторая и третья. Тора уже выбирать. Я всех приглашаю для того, чтобы поддержать Мелвина. Встаем, встаем. Встаем, пожалуйста. Ты мне очень понравился. У нас есть пара Татьяна и Мелвин. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно не сказал вам. Давай, уважаемься. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...